Российско-Кыргызский фонд развития готов профинансировать проекты стартапов. Об этом сообщил председатель управления фонда Кулачпех Кулматов. По его словам, если проекты молодых предпринимателей будут интересными, то для них, возможно, разработают отдельную программу. Однако это не будет носить массовый характер. Также сейчас в фонде обсуждается создание кулцентра, куда можно сообщить о нарушениях, о других новшествах и в целом. О годовой работе фонда расскажет Нургульсоматова. За год работы Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 270 проектов на 95 миллионов долларов. 35 миллионов из этой суммы выданы по прямому финансированию. Остальное через банки по линии финансирования малого и среднего бизнеса. В ближайшее время планируется увеличить количество банков-партнеров до 10. Если всего в стране 25 банков, то под критерии фонда подходят 14-15 из них. Самое главное требование, чтобы у них было не менее трех лет безубыточной деятельности. Также они должны иметь хорошее качество кредитных активов. Для нас это важно, потому что если у банка низкий уровень возвратности кредитов, это говорит о том, что они не умеют работать с кредитами. По словам члена правления фонда Эркина Асрандиева, больше всего заявок поступило из Чуйской области. Затем следует Оржская и Джалабадская. Наименьшее количество заявок из Таласской и Нарынской областей. Отрасль, которую мы готовы поддерживать, то это агропромышленный комплекс, швейная, текстильная промышленность, развитие предпринимательства, горнодобывающая, металлургическая промышленность, развитие инфраструктуры, такое широкое понятие, которое включает в себя также и инфраструктуру других отраслей. Это обрабатывающая промышленность, транспорт. То есть, как вы видите, это довольно-таки широкий спектр возможностей приложения нашего капитала. Новым руководителем фонда с 14 марта назначен Хуаныч Бекулматов, который предпринял ряд шагов для облегчения условий кредитования. К примеру, процентные ставки по прямому финансированию снижены с 7 до 4 процентов в долларах. Увеличены сроки кредитования с 5 до 15 лет. Сумма собственного вклада снижена с 20 до 15 процентов. Как я сказал, более 95 миллионов долларов США на сегодняшний день. Это вот буквально мы еженедельно снимаем с банков информацию. Это по прямому где-то в районе 35. Основное это идет через программу МСБ, через банки. В фонде двухуровневая система управления. Высший орган – совет, куда входят два представителя от Кыргызстана и три от России. А в правлении фонда – три члена от Кыргызстана и два от России. Все решения принимаются коллегиально, путем консенсуса. Как не раз отмечалось, фонд выдает кредиты только для расширения и модернизации предприятий, на приобретение и обновление оборудования и основных средств. Мы предоставляем финансирование на принципах срочности, обеспеченности, платности и возвратности. Что это означает? Что через какой-то определенный срок денежные средства должны вновь вернуться в фонд. Денежные средства мы предоставляем, финансирование мы предоставляем не бесплатно. Мы требуем при финансировании обеспеченность, то есть мы должны закрыть свой арест. Российско-Кыргызский фонд развития был создан в 2014 году с целью модернизации, развития и адаптации экономики Кыргызстана к условиям ЕАЭС. Уставный капитал фонда составляет 500 миллионов долларов и еще столько же кредитных средств. Нургуль Саматова, Эльдиара Санбаев, Общественный Первый канал.